Анатолий Александрович, расскажите, пожалуйста, о российском библейском обществе, которое вы возглавляете, чем оно живет сегодня, какова его история, и как люди неравнодушные могли бы помочь развитию этого общества. Сначала бы я хотел сказать, что история российского библейского общества насчитывает уже более двухсот лет, и возникло оно в России, как это неожиданно звучит, благодаря войне 1812 года, когда положение России было столь тяжелым, что благодаря промыслу Божьему император Александр I обратился к Библии и провел, руководя русскими войсками, всю эту войну под руководством Библии, который ежедневно читал. Это малоизвестный исторический факт, но, тем не менее, было в 1812 году, это библейское обращение императора Александра I, и, как он сам писал, что я после этого обращения пожирал Библию, находя неизведанный ранее смысл в ее словах, и все время нашествия Наполеона он читал ежедневно Библию, принимал решения под руководством прочитанного, и не только в это время, но и во время заграничного похода 1813-14 годов он ежедневно читал Библию, принимал на ее основе решения, и вступил во главе союзных войск в Париж в марте 1814 года, обращенный и посвященный Библии. И более того, инициатором образования библейского общества был именно император Александр. Правда, идею его подсказал ему ближайший друг, князь Голицын. Произошло это очень неожиданным образом. Дело в том, что в 1812 году, когда Наполеон продвигался вглубь России, и положение России казалось очень непредсказуемым, очень тяжелым, русские войска отступали, и боялись вражеской вылазки или наступления на Петербург, который был тогда столицей. И вот в это время в Петербурге распространились слухи, что один из ближайших придворных, видный сановник, князь Голицын, изменник и ждет Наполеона. А поводом к этому послужило то, что он вздумал в это время строить себе в Петербурге новый дворец. Ему сделали такой вывод, что вот он ждет Наполеона, и вот поэтому строит. Кстати, видимо, была такая договоренность у него с ним. Александр не верил слухам этим, это был его друг детства. Но тем не менее однажды пришел к князю и спросил, вот ходят такие слухи, что это происходит. И князь Голицын сказал, что он недавно начал читать Библию и не боится Наполеона, потому что то, что он в Библии прочитал, убедило его в том, что Наполеон не будет иметь успеха, он потерпит поражение. И когда он положил руку на Библию, эта книга упала на пол и раскрылась на той странице, где был 90-й Псалом. И как раз это тот Псалом, который очень часто читают воины. Ну да, Псалом защиты. Да, Псалом защиты. И вот он прочитал Александру этот Псалом. И Александр сам он никогда не читал Библию. И когда был в церкви по должности императора, он и не обращал внимания на чтение по-славянски. Он просто выстаивал службу и не вникал, что там читается. А когда Голицын ему прочитал этот Псалом, и прочитал он его, кстати, по-французски, потому что в то время русской Библии не было, а знать говорил в основном о французском. И вот за следующей церковной службой, когда император стоял в храме, как раз читался вот этот самый 90-й Псалом. И он обратил внимание и вник в его смысл, потому что ранее, благодаря Голицын, он прочитал его на французском. То есть он прочитал и понял его. А когда уже читали по-славянски, он знал, что вот в этом Псаломе содержится, какие слова, какие смыслы. И вот таким образом произошло его библейское обращение. И дальше он начал читать Библию, причем опять же по-французски. Война с Наполеоном проходила для него под руководством Библии, которую он читал по-французски. Ну и, как я сказал, всю войну он с этой Библией прошел. И уже после войны, вернее, не после войны, а в период войны, а именно 6 декабря 1812 года, он утвердил всеподданнейший доклад князя Голицына об учреждении в России библейского общества. Дело в том, что тогда союзницей России была Англия, и впервые библейское общество было образовано в Англии. Ну, как частная инициатива. Это не государственное учреждение, но вот люди объединились до распространения Библии во всем мире. И вот представители британского библейского общества побывали в России, в Финляндии. И благодаря их подсказке, благодаря их энтузиазму, библейское общество в 1812 году образовывалось, или в 11-м, в Финляндии. А когда пришло тяжёлое время испытаний в России, и благодаря Александру Голицыну, император Александр Первый обратился к Библии, вот князь Голицын предложил ему образовать в России библейское общество. То есть, подал ему всеподданнейший доклад. И 6 декабря Александр утвердил этот доклад. А число это было не случайно. Это было как раз именно тот день, когда войска Наполеона покинули границу, покинули переделие России. То есть, пересекли границу России в обратном направлении. Я не знаю, может быть, он обед дал Богу, так сказать, что вот что-то сделает для распространения Слова Божьего, так сказать, если Господь ему поможет одолеть вот этого врага. Я не знаю, что это произошло, но тогда. Но вот факт остаётся фактом. Оно, это общество, получается, было создано для того, чтобы перевести, как сейчас Библию. Перевести на русский язык. Александр, сам обратясь к Библии, и многое уяснив, захотел, чтобы и его подданные тоже были просвещены именно Словом Божиим. То, что он сам для этого ничего не знал, а через Библию очень много познал, и очень библейское откровение ему помогло в те годы. И он захотел, чтобы его подданные тоже обогатились и были просвещены вот этим знанием. Точно так же, как и он. Слушайте, ну он дал Библию народу. Ну, а... Как Лютер когда-то перевёл Библию. Ну, это не совсем то, он, конечно, не как Лютер, но он стал членом библейского общества. Президентом его стал князь Голицын, который подал ему эту идею, собственно говоря, познакомил его с Библией. И он стал активным его членом, причём активными членами стали и многие другие сановники, министр, министр внутренних дел Козадавлев, генерал-губернатор Петербурга Милорадович, очень известный полководец, герой войны тоже 1812 года, сам князь Голицын, министр просвещения. И Александр I ежегодно, то есть при образовании общества, он пожертвовал 25 тысяч рублей, это огромные деньги по тем временам. И каждый год жертвовал, причём из личных средств, из госбюджета, по 10 тысяч рублей. Когда император возвратился в 1815 году из Европы, из Венского конгресса, а библейское общество уже работало, уже были сделаны кое-какие переводы, уже вышли кое-какие издания, ему преподнесли вот эти издания. Это была Библия, не Библия, части Библии на армянском языке, по-моему, финском языке, ну, на языках народов империи. И он очень удивился, он принял эти образцы издания общества, но задумался над тем, что, можно сказать, инородцы, его подданные, имеют возможность познать Слово Божие на своём языке, а русский народ не имеет. И тогда он предложил библейскому обществу, вернее, сначала он предложил это Святейшему Синоду, начать перевод Библии на русский язык. Но Святейший Синод от этого предложения уклонился, и осуществляло этот перевод российско-библейское общество, членом которого были князь Голицын и император Александр, и, кстати, многие учёные, церковные учёные, причём из разных конфессий, то есть там были и протестанты, и католики, но, конечно, большей частью православные, в том числе и архимандрит, будущий митрополит Филарет Дроздов. Вот был одним из самых активных членов российского библейского общества. И вот эта работа началась в 1816 году, и к 1822 году перевели весь Новый Завет. Вот он вышел сначала параллельно со славянским Новым Заветом, а потом уже начали печатать его отдельно. И у меня, кстати, есть экземпляры этого издания, подлинные экземпляры. В 1822 вышло параллельно со славянским и на русском, потом только на русском языке. Ну и таким образом библейское общество осуществило перевод Нового Завета на русский язык, осуществило также перевод Псалтии, и первых восьми книг Ветхого Завета. Но в дальнейшем его деятельность была приостановлена, библейское общество было закрыто фактически. В 1825, мужа после смерти Александра Первого, когда на библейское общество произошел такой большой накат или наезд со стороны ряда сановников, в частности, графа Ракчеева, но активными участниками этого наката были также некоторые иерархи Православной Церкви, которые считали, что перевод Библии на русский язык это занятие вредное, ненужное, оно только внесет смущение в умы, так что пусть люди только слушают наставления Церкви, нечего вникать, умничать, неизвестно, что могут еще понять и подумать в Библии. В общем, вся эта история длилась очень долго. В 1825 году библейское общество закрыли, все его имущество стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду. Что с этими деньгами произошло и с имуществом неизвестно до сих пор. Некоторые члены библейского общества продолжали на свой страх и риск вот это вот дело перевода писания на русский язык, потому что был переведен только Новый Завет и часть Ветхого Завета, но они продолжали переводить книги Ветхого Завета, но вот они за это как следует получили, что называется, по шапке, одного из них уволили со всех должностей, другого отправили в ссылки, ну в общем, можно сказать, еще легко отделались, потому что преобладающее мнение среди церковных иерархов было то, что этим заниматься не нужно. А читать-то люди умели тогда? Ну кто-то умел, кто-то не умел, но многие умели. Дворяне, чтобы читали, там, не знаю, купцы, дворяне, были же люди среднекласса, можно сказать, мещане, да те же самые священники. Почему бы священнику не прочесть Библию на русском языке? Конечно, образовательными программами библейское общество не занималось, но, как я уже сказал, что вначале читали Библию на французском, а потом уже начали читать ее на русском, и более того, вот эти вот экземпляры Нового Завета, которые библейское общество издало, и уже они продолжали распространяться уже даже после закрытия библейского общества, и вот, в частности, Достоевский, о чем он пишет в своих произведениях, читал Новый Завет на русском языке, и, судя по всему, это как раз был Новый Завет в переводе Российского Библейского общества. Это такая была очень долгая история, длительностью где-то 60 лет, с 1816 до 1876 год. Дело в том, что по прошествии нескольких десятилетий бывший активный член библейского общества митрополит Филарет Дроздов убедил убедил вновь вступившего на трон императора Александра Второго, что этот труд, который начало библейское общество, нужно его продолжить, довести до конца и сдать. У него тоже была очень мощная позиция в Советейшем Синоде, но, тем не менее, Александр Второй поддержал его, и по инициативе митрополита Филарета Дроздова этот перевод был доведен до конца и издан уже под эгидой по благословению Святейшего Синода, причем отличия его от перевода Российского библейского общества минимальные. Вот нынешний синодальный перевод, который читает и православный, а протестанты еще больше его прочитают. Он называется синодальным переводом, можно сказать, по иронии судьбы, потому что на протяжении 60 лет, ну, не 60, а менее, лет 40, наверное, синод в основном только и делал, что вставлял палки в колеса и организовывал гонения против и библейского общества, и тех, кто продолжал его дело. Но вот потом, так сказать, ситуация изменилась, и этот перевод закончили, и уже издали его под эгидой библейского общества, под эгидой Святейшего Синода. Но фактически это был тот же самый перевод библейского общества, за который библейское общество закрыли. Вот такая вот была история. На самом деле я вам рассказал только очень малую часть, я в свое время провел цикл лекций на христианской радиостанции общей продолжительностью где-то четыре с половиной часа, и то не все рассказал. То есть это была такая очень длительная история. Многие люди думают, что это большевики закрыли библейское общество, вот до революции оно было, до революции оно действительно было, но закрыли его не большевики, а свои же, свои же сановники, свои же иерархи, задолго, задолго до большевиков, там чуть ли не за сто лет. А возродилась она в 1991 году, и вот с тех пор мы уже работаем. Современные истории пересказывать тоже очень... Не было проблем таких? Были проблемы, да, были проблемы, связанные с переводом Библии, мы долгое время работали и издали Библию на современном русском языке, издали и также этот перевод с обширными комментариями, учебное издание этого перевода. Этот перевод распространяется, он доступен и в печатном виде, и в стандартной, так сказать, что называется, компоновке, с небольшими комментариями, но самыми важными, и также в учебном формате, то есть с обширными комментариями, введениями, приложениями и так далее. Но это основной результат наших трудов за эти десятилетия, потому что более 15 лет труд, а если считать учебное издание, еще более 20 лет, можно сказать. Ну, вот вызовов, проблем было очень много, были и свершения, достижения, но вот сейчас мы можем уже сказать, что наступил новый этап, но вот для меня на новом этапе самым таким значимым, интересным является два обстоятельства. Ну, во-первых, скажу, что вот эти последние годы, 20-е, 21-е, 22-е, были, наверное, самыми тяжелыми со времени возрождения российского библиотического общества в 91-м году. Вот эти 30 лет, если взять самые тяжелые, это последние три года. в первую очередь сначала это было связано с пандемией ковида, мы фактически не могли работать несколько месяцев, наши были прерывные связи и с поставщиками, и с нашими партнерами. В этот период правительство Москвы велело нам убираться со склада, который находился на городской земле. Дело в том, что там прокладывают юго-восточную хорду. Общий бюджет этого проекта 110 миллиардов рублей, и вот мы там оказались как бельмон. Да, вот, и вот фактически весь 20-й год в конце концов нас склад снесли, мы его перевезли в другое место, и оборудование, и книги, но все это было очень нелегко, и у нас была целая серия судов, с департаментом имущества правительства Москвы. Ну, в общем, это была очень тяжелая ситуация. Дело в том, что прекратилась реализация книг, мы не могли получать доходы, производство тоже, можно сказать, в стране многое процессы экономические, производственные остановились, но в то же время расходы же никуда не делались, надо было и платить зарплату, и коммуналку, и налоги, и так далее, и весь 2020 год был крайне тяжелым. У нас многих сотрудников уволили, ну, как уволили, вынуждены были сократить штат, вынуждены были уменьшить зарплату многим, вынуждены были договариваться с поставщиками, дело в том, что еще на тот момент надо нам было выплачивать задолженности за предыдущие партии литературы, а как выплачивать задолженности, если все встало. Ну, то есть, проблем хватало в 2020, в 2021 году тоже много было проблем, но это они носили несколько другой характер, это было связано с том, что отчасти как результат ковида в мире разогналась, во-первых, разогналась инфляция, в том числе на реальные товары, такие как бумага, да, ну, все, то есть, и резко поднялась стоимость производства. Потом оборвались многие логистические цепочки, вот, и резко где-то в 3-4 раза выросла стоимость фрахта, то есть, перевозки книг, вот, то есть, выросла и себестоимость книг, выросла стоимость перевозки, удлинились сроки доставки, а многие издания мы печатали за границей, потому что это просто было и дешевле многие годы, и качество было лучше, но часть, ну, может быть, половину печатали за границей, половину в России, а в России внезапно наш единственный производитель, производитель тонкой бумаги, на которой можно печатать Библию, газнак, фабрика газнак, просто прекратила это производство, и все, и мы не могли печатать Библию в России, потому что не было бумаги, остановилось производство, и заказывать за границей было очень дорого, очень долго, очень муторно, вот, ну, очень сложно, вот, и фактически у нас остановилось производство книг, вот, в 21-м году, и оно, ну, кое-где мы какие-то остатки находили, там, где-то выкручивались, вот, но производство резко-резко сократилось, и фактически мы, вот, 21-й, 22-й год реализуем наши остатки со складов, то есть, а нового производства нет, именно по объективным причинам. Ну, кое-что мы производим, но объемы производства резко сократились, вот, по ряду причин, и технических причин, и экономических причин, и поэтому сократился наш ассортимент, то есть, меньше наименований книг, меньше количество, цена, естественно, дороже, вот, ну, и плюс к тому, люди вообще стали реже книги покупать, потому что очень многие перешли на чтение в смартфонах, там, в различных электронных устройствах и так далее, и вот изменение способа познания, способа, оно, конечно, очень сильно, так сказать, повлияло и на библейское общество, хотя мы готовим и электронные издания, мы готовим и аудиокниги, в частности, вот у нас есть перевод и Нового Завета в современном русском переводе, и Синодальный перевод есть в аудиозаписи, и Ветхий Завет тоже существует в таком формате, но, тем не менее, это представляет для нас и экономическую проблему, и техническую проблему, а в 22-м году все еще более, так сказать, усложнилось, потому что по-прежнему производство фактически для нас стало недоступным, еще потому, что ввели санкции против российских банков, и стало невозможно проводить деньги, даже если тебе где-то произведут, вот раньше мы заказывали книги в Корее, в Китае, вот, как расплачиваться, нас отключили от платформ электронных, где мы размещали электронные книги, вот, iBooks, Google Play Books, то есть библейское общество попало под санкции, мы обратились к своим партнерам за рубежом, чтобы... А как-то пытались объяснить это, ну... Ну, а что значит объяснить, кому объяснять? Мы спросили, то есть мы попытались, ну, каким-то образом эти санкции обойти, то есть попросить, чтобы наши партнеры за нас перевели деньги, ну, путем взаиморасчетов, так сказать, по-партнерски, вот, мы же находимся в объединенных библейских обществах, а наши партнеры сказали, нет, извините, не можем, потому что санкции, это дело, в общем, такое, незаконное, вот, и ничем они нам не помогли, вот, более того, так сказать, капиталисты, например, владельцы типографии, они готовы с нами работать, вот, допустим, мы договорились издать одну из, вот, конкретно, осетинскую библию, перевод, который мы недавно осуществили, на одной из типографий в Италии, они сказали, пожалуйста, мы сделаем, сготовим, доставим, все, только деньги заплатите, мы не смогли заплатить деньги, никак, вот, то есть, капиталисты, буржуи, оказались более лояльными к библейскому обществу, нежели, вот, наши уважаемые партнеры, вот, а когда мы спросили, что вот эти санкции, но дело в том, что в основном сотрудники объединенных библейских обществ, так сказать, большая часть аппарата, она работает в Англии, вот, и они сказали, что вот санкции наложили, мы ничего не можем сделать, мы даже не можем вам оказывать консультационные услуги, специально уточнили, а вы поинтересуетесь у вашего правительства, распространяются ли санкции на некоммерческие организации, гуманитарные, там, религиозные, христианские, они сказали, да, распространяются на всех, без каких-либо исключений, вот, но мы попали под санкции именно потому, что мы российское библейское общество, это вот единственная причина, что мы российская организация, мы российское библейское общество, мы попали под санкции в отношении, даже консультационные услуги уже нельзя оказывать, финансовые услуги, от электронных платформ отключили, вот, и, насколько мне известно, вообще, это, по-моему, уникальный, первый случай в истории библейских обществ, а история библейских обществ больше двухсот лет, вот, когда библейское общество попало в какой-либо, в какой-либо стране под внешнеполитические санкции других стран, по-моему, это просто вот такого не было раньше, никогда и нигде, вот сейчас мы удостоились такой чести, и, но вообще, это, конечно, такой некий, так сказать, знак, свыше, не знаю, дело в том, что раньше проблемы у библейского общества всегда возникали внутри страны, то есть, библейское общество, что называется, прессовали, так сказать, ставили какие-то препятствия, так сказать, закрывали, именно, именно, то есть, инициаторами, так сказать, инициаторами вот этих вот проблем, ну, или создателями этих проблем были силы какие-то вот внутри политические, так сказать, вот, и это будь то там какие-то сановники, какие-то церковные деятели, большевики те же самые, вот, которые тоже запрещали и библейскую работу вот в стране, так сказать, вот, все кто угодно, но все они, вот, были нашими соотечественниками, и все проблемы библейского общества на протяжении 200, более чем 200 лет возникали внутри, изнутри, нам внутри никто не мешает, вот, когда наши коллеги из-за рубежа интересуются, а как у вас дела, что вы там, как вы работаете, я говорю, я говорю только одно, наше, наше правительство нам не мешает, не очень-то помогает, но и не мешает, мы не можем никак на это пожаловаться, вот, а мешают, получается, силы извне, вот, и это впервые в истории, вообще такого никогда не было, это вот первое обстоятельство, которое, так сказать, нужно отметить, второе обстоятельство, я тоже частично отметил, то, что правительство, ну, чуть ли не впервые на протяжении всей истории России, не мешает вести библейскому работу, это скорее плюс, это скорее плюс, да, вот, но, не очень помогает, но, скажем, вот, в 22-м году мы подготовили перевод библии на осетинском языке, и попросили на издание грант у министерства печати и цифрового развития, а там есть специальная программа грантов на социально значимые проекты, а это как раз социально значимый проект, потому что он был приорочен к тысячестолетию крещения Осетии и Алании, и вот этот федеральный проект был утвержден указом президента России Путина, вот, и мы попросили денег на этот, вот, на наш проект, на издание именно к этой знаменательной дате Осетинской Библии, это действительно очень важно, это, ну, самая важная, можно сказать, составляющая вот крещения на основании чего, вот, нам отказали без объяснения причин, мы решили эту проблему другим способом, обратились к верующим, сказали, что вот все нам отказывают, и наши, и, правительство, так сказать, не помогает, и зарубежные, правительство, они вообще мешают, и санкции накладывают, вот, а есть такая нужда, действительно, впервые в истории издана Осетинская Библия в полном формате, и вот наши верующие откликнулись и пожертвовали большие средства на издание вот этого вот тиража Библии, вот этот тираж Осетинской Библии впервые в истории был издан, была проведена презентация во Владикавказе, причем на высшем уровне, присутствовали там и председатели правительства, и епископы, и научная общественность, и христианская общественность, то есть это действительно очень нужное было дело сделано, и епископ, который, кстати, очень активно это все поддерживал, он заявил в интервью телеканала России, что это эпохальное событие, но правительство нам не помогло, хотя это федеральный проект, утвержденный указом президента России, библейская деятельность в России, вообще библейская работа, само библейское общество зародилось и пребрало в общем такой огромный масштаб, и многие люди очень важные и влиятельные именно приняли участие, это было благодаря войне. А сейчас мы входим в аналогичный период, так что я не знаю, что будет дальше, но вот вот эти необычные так сказать знаки, необычные обстоятельства меня убеждает в том, что наша деятельность будет продолжаться благодаря помощи Божией и благодаря промыслу Божьему. Как, в каких формах, в каких масштабах, я не знаю, но я думаю, что для библейского общества это будет время и может быть каких-то неожиданных так сказать измерений библейских хоровод, неожиданных какие-то средства Господь подаст, может быть пошлет новых людей, вот тех, которые так сказать могут продвинуть вот это дело больше, чем мы даже думаем, как в свое время, так сказать, совершенно неожиданно, вот, никто не ожидал библейского обращения от императора, вот, может быть и наш руководитель обратится к Слову Божьему, мы не знаем, так сказать, но вот все эти наши обстоятельства, знаки, свидетельства о том, что это очень необычное время, которое, так сказать, по моему мнению, так сказать, для нас эти вот знаки нам обозначают или как-то сулят какие-то неожиданные, так сказать, перспективы, возможности, какие я просто не знаю и предсказывать не берусь, но для нас главное продолжать эту библейскую работу, как бы то ни было, держать строй, преодолевать с Божьей помощью вот те проблемы, которые существуют, которые вроде бы даже еще усугубляются, а там дальше как Бог даст. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok